Зигмундс Скуинш. Кайлумс. Нагота. Авторизованный перевод с латышского Сергея Цыпаковского. Читает Евгений Бразуль-Пружковский. Глава девятая. Ему казалось очень важным прийти ровно в семь. Ни в коем случае не опоздать. Нехорошо вообще заставлять себя ждать, а тем более женщину. Но, явившись раньше времени, он выставил бы себя в невыгодном свете. Во-первых, выдал бы свой повышенный интерес. Во-вторых, проявил бы слабохарактерность, нетерпение, нервозность. Идеальный вариант ему представлялся следующим образом. Вот он идет, не спеша, с прохладцей, будто прогуливаясь. Но в точно назначенное время, тут как тут, и небрежно глянув на часы, роняет. Прошу прощения, я вроде опоздал на четверть секунды. В городе, где можно укрыться в парадном, спрятаться в подворотне, затеряться в уличной толчье, там эти штучки проделать нетрудно. Но спасательная станция стояла на берегу, почти на голом месте. Он просчитался, решив, что от гостиницы до станции дойдет минут за десять. Дубина. Утром нужно было засечь время. Теперь нечего было и думать о том, чтобы идти с прохладцей, приходилось чуть ли не на рысях нестись. Выйдя на луговую тропку, он уже точно знал, что вовремя ему не прийти. Возможно, Камита не захочет ждать. Ладно бы у него со временем было туго, а то ведь бестолку торчал в ресторане, переливал из пустого в порожнее с гатанем. Берег был безлюден. Лишь кое-где на лесной опушке засиделись подгулявшие компании. В лучах вечернего солнца золотились стволы корабельных сосен. Ветер гонял по лугу обрывки газет. Теперь он чуть ли не бежал, не спуская глаз с белого домика с желтой башенкой. Какая досада! Ну нет, спокойствие. Будь что будет. Не торопясь, размеренной походкой, с улыбкой на устах, минутой позже, минутой раньше, теперь уже все равно. У спасательной станции на кривой березе висели качели. Камита, обеими руками ухватившись за веревки, взлетела вверх и падала вниз, ничуть не смущаясь, что подол платья высоко загаляет ноги. Рядом стояла Берута, время от времени подталкивая ее и раскачивала. Обе были нарядны, даже ослепительны. Чулки, паутинка, замысловатые прически, свежий маникюр. Переливались, шуршали шелка, зеркальным блеском сверкали туфельки, а вокруг витало душистое облако. Камита улыбалась загадочной улыбкой и была, казалось, в отличном настроении. Берута напротив смущалась, рабела, вела себя принужденно, норовила отодвинуться от него подальше, отводила глаза. — Ну вот, а ты, Берута, говорила, что кавалер не придет. — Камита! — Подойдите ближе, подайте мне руку. Воспитанные молодые люди даже снимают дам с качелей. — Добрый вечер, я забыл. — Черт знает что. — Что надо подать руку или как важно быть воспитанным? — Что у вас сегодня день рождения? Камита хмыкнула. Обняв его за плечи, она проворно спрыгнула с качелей. Так они и остались стоять, лицом к лицу, глядя друг на друга. Это было суровым испытанием. У него подкашивались колени, однако пришлось выдержать. Камита смотрела с явным вызовом. Только и ждала, чтобы он отпрянул, смешался или как-то оплошал. — Не беда. День рождения отменяется. То есть как отменяется? Он сразу ощутил и собой вспотевший лоб и неровные зубы, хотя думал только о Камите. При всем желании у нее на лице невозможно было обнаружить ни малейшего изъяна. Влажный рот, блестящие белые зубы, кожа гладкая, глянцевитая, прозрачная кожура спелого яблока. А поверх огромных лучистых глаз черными лучами нависали ресницы. Все очень просто. Подготовительный комитет изменил программу. — Берута, может, скажешь, наконец, что-нибудь вразумительное? — Прежде всего, я должна извиниться. Джульетта иной раз бывает настолько опрометчиво. Утром так нехорошо получилось. Свои интимные дела вы можете уладить потом, — прервал ее Камита. Не надо мешать личное с общественным. Берута наверняка и все рассказала. Они работали на редкость согласованно. Он сделал несколько шагов в сторону Беруты, по правде сказать, единственное за тем, чтобы немного освободиться от волнующей близости Камиты. — Покатали меня на славу, — произнес он с наигранной беспечностью. Неотступные взгляды Камиты пробуждали в нем желание порисоваться. В конце концов, не все ли равно, что говорить, важен сам факт, что он не молчит. Только я не понял, чем не заслужил ни милость Джульетты. — Похоже, вы сейчас заслужите и мою. — Это почему же? — А потому что вы недостаточно любезны. Разве вас не интересует, что будет дальше? — Празднование дня рождения по непредвиденным обстоятельствам переносится. Вместо этого мы все идем на бал. — На бал? — Да. В парке, при стадионе. — Вам это не нравится? — Как раз наоборот. Там будут мои знакомые. — Девушки? — Нет. — Березки. — А где же Марика? — Джульетта, конечно, выше подобных увеселений. — Секреты бала какие? Военные секреты хранятся в тайне. Итак, все согласовано? Можем идти. Джульетта неважно себя чувствует. Сказав это, Берута покраснела и потупилась. — Берута, что ты волынишь? — Куда спешить? Все равно придем раньше времени. Никогда там вовремя не начинают. — Покажем Сандру парк. Погуляем. Впервые она назвала его Сандром. У Камиты это вышло особенно приятно. Непринужденно и естественно, будто у него другого имени и быть не могло. — Воля ваша, идемте, — проговорил он. — Но только чур не обижаться. Я три года не танцевал. — Ничего. Длинные ресницы Камиты встрепенулись, словно крылья бабочки. Мы и на робких управу найдем. Парк и стадион находились на другом конце города. Сначала шли тихими улочками с укрывшимися в зелени домиками. Потом оборвалась окраинная улица, начиналось шоссе. С обеих сторон колосились хлеба, тянулись свекловичные грядки, по обочинам пыльные ромашки и репейник. Показался еловый бор, высокий, зубчатый, как крепостная стена. Кассирши устроились прямо на дороге. У натянутых вместо ограждения канатов расставили столики, достали билетные книжки. В парке под древними елями густел сумрак. Косые лучи вечернего солнца, проникая сквозь опахало ветвей, светили рассеянным светом, словно огни рампы. Над танцплощадкой голо и тускло горели зажженные раньше времени лампочки. Музыканты, скинув пиджаки, на тесной эстраде тянули и раскручивали провода, проверяли микрофоны, брончали на электрогитарах. Расставленные вокруг дощатого настила скамейки пока пустовали, лишь кое-где был заполнен первый ряд. Девушки казались примерно одного возраста, и все как будто знали друг друга, сидели рядышком, взявшись за руки. Глядя на них, можно было подумать, что здесь намечается школьный вечер. На таких вечерах каждый класс держится замкнуто, с копом. Кое-кого, возможно, он еще утром видел у реки. Берута опять засмущалась, отводила глаза, но комета выступала гордо с высоко поднятой головой, не обращая внимания на назойливые взгляды. — Все ваши? Фабричные? — В основном. — А где же партнеры? — Не беспокойтесь, будут и партнеры. Вон, в кустах шныряют. — Тоже фабричные? — Всякие. Городские, фабричные, из-за крестных колхозов. С виду шустрые, только ростом не вышли. На танцульки сосунки больше ходят. Жалкий контингент. Длинные патлы да штаны широкие. Борода и та еще не выросла. А главное, глупые непроходима. Разве это мешает танцевать? Кому как мне мешает. Зато музыканты молодцы. Музыканты у нас что надо. Рандовская пятерка. Комсомольцы долго ломали голову. Можно ли комсоргу играть на трубе? Наконец решили, что можно. Одним своим краем парк спускался к реке. Склон высокий, но пологий, лесистый. От опушки парка до самой воды тянулся зеленый лужок. С высоты открывался вид на речные извивы, песчаные отмели в противоположный берег. Казалось, из темного парка на реку распахнуто окно. Постепенно народ собирался. На эстраде, правда, все без особых перемен. Музыканты по-прежнему раскручивали провода, проверяли микрофоны, с олимпийским спокойствием настраивали инструменты, курили, балагурили. Лампочки над танцплощадкой то гасли, то загорались. Неподалеку от буфета они столкнулись с Марикой и Теннисоном. — Так-так, — многозначительно обронила Камита. — Ну, конечно. — Да, милая, чему ты удивляешься? — Марика демонстративно взяла под руку Теннисона. — Мы передумали. Вечер чудесный. Отчего же немного не потанцевать для Мациона? — Но ты же собиралась в Ригу. — Не я, а Варис. — Теннисон протянул ему руку, сделав вид, что утром они не виделись. — Ну, поэт, как вам понравилась наша рандова? Что за девочки, а? — Да, успел приглядеться. — Фиг, как не стыдно! Камита дернула его за рукав. — С нами гулять и на других заглядываться. — Почему же на других? Этого я не говорил. Вопрос Теннисона ему показался идиотским. Как и собственный ответ. Берута еще больше потупилась, защелкала пальцами. — Я смотрю, — как-то странно усмехнувшись, сказала Марика, — вас успели прибрать умелые руки. — Ты чем-то недовольна? — Камита метнула в нее быстрый взгляд. — А что до моих рук, они и в самом деле ничего. Ручки что надо. — Да, маникюры, знаете ли, за счет комбината делают, — вмешался Теннисон. — Профсоюз оплачивает. — Берута, бросив страдальческий взгляд, отвернулась к эстраде. — Пора бы начинать. Темноты дожидаются. При свете дня танцы в рандове не ладятся. Темнота нашим парням придает смелости, а не из этой, братья. — Так сознайся, Камита, который годочек тебе стукнул. — Варис, миленький, ты становишься неинтересным. Каждый год задаешь один и тот же вопрос. Представь себе, уже двадцать два, а еще через двадцать два я буду бабушкой. — Ну, это как сказать. Все ли так гладко пойдет? — Можешь не сомневаться. Все, кроме Берута, улыбались, стараясь показать, что чувствует себя непринужденно. И он улыбался, хотя нервы его были взвинчены, а на сердце кошки скребли. — На день рождения пьют вино, — сказал Теннисон. — Может, дойдем до буфета? — Мареки пить нельзя. — Что за шутки? — Вовсе не шутка. Марека ждет ребенка. Совершенно спокойно глядя Теннисону в глаза. — С ума сойти! Ну и ну! Всеобщее замешательство. — Марека это вправду? — Впервые слышу. — Теннисон, может, для ясности повторите то, что сказали мне в гостинице? — Ну да, сегодня утром, когда пытались выклинчить эти несчастные письма. Он так отчетливо себе представил этот диалог, что в мыслях уже видел замешательство присутствующих. Теннисон окаменеет, потом сникнет. Марека побледнеет. Камита встрепенется от любопытства. Слова были готовы сорваться с языка. Внутри разливалось злорадство. — Почему же он промолчал? — Почему? — Почему? — Что ни говорите, Аварис — настоящий джентльмен. Только он и вспомнил про виновницу торжества. Я слышал, будто торжество переносится. — Что с того, что переносится? Не поступаться же добрыми традициями. Камита опять оказалась рядом. Он посмотрел на нее. Взгляд как бы сам собой скользнул на вырез платья. Он тотчас отвел глаза и вздрогнул, будто прикоснулся к чему-то горячему. Вообще с ним творились странные вещи. Язык его, руки, ноги, глаза — все они жили сами по себе. Не таким он был наивным, чтобы не понять, что Камита нарочно ведет себя вызывающе, больно. Но в том-то и был весь соблазн. Смелая, даже дерзкая, она не стеснялась проявлять откровенный интерес к нему. Между тем, как он, точно тряпка, болтался по ветру и что-то мямлил. А ведь она, можно сказать, переносила себя в жертву. — Ну, Сандр, что будем делать? — Не имется нашим задиром. — Традицию надо уважать. — Почему бы вам в таком случае не взять меня под руку? Тоже добрая традиция. Ну, хотя бы на зло Марике. Она и не смотрит в нашу сторону. Из-под ресниц Камиты полыхнула зеленым пламенем. — Уж я-то знаю, что говорю. Громко разговаривая, Теннисон шел впереди с Марикой и Берутой. Его головка, подпертая снизу белым нейлоновым боротничком, вертелась из стороны в сторону. Казалось, что даже его маслянисто-серые, похожие на подшерсток, волосы, источают лукавство. Но вылитый кот, мерзкий котище. И спина у него котовская, и походка, ленивая, мягкая. Не хватало только хвоста, но его нетрудно было домыслить под удлиненным модным пиджаком. С детства он привык в своем воображении превращать людей в животных. Может, от того, что когда-то был без ума от мультфильмов. У них во дворе неограниченным деспотом правил Волденж из соседнего дома. Всех задирал, дразнил, высмеивал и никому не давал прохода. Превзойти свирепостью и силой этого злодея для него было делом несбыточным. Зато он превратил Волденера в собаку. И на радость себе действительно обнаруживал в нем все больше собачьих повадок. Много неприятностей ему в школе доставляла алгебра. Учитель Пупуринж, раздавая контрольные работы, нередко ему выговаривал «милый юноша». Тот, кто не в ладах с математикой, попросту духовный инвалид. Было невыносимо стыдно. Он краснел, чесал затылок, крутил буговицы на куртке, а про себя твердил «А ты индюк, индюк, вот ты кто!». Его раздражал один лектор из общества по распространению научных знаний, который везде и во всем усматривал переходный период. Лектор был небольшого росточка, с пушистой макушкой, с толстыми отвислыми губами, морщинистым лбом и тоской в глазах. «Современный уровень развития химии – всего-навсего переходный период. Переходный период органического синтеза заключается в том, принимая во внимание переходный период в науке вообще, истинное положение вещей следует отличать от состояния переходного периода». Этого лектора он представлял себе мартышкой. Слушал его и думал, у мартышек голый зад. Это состояние переходного периода или истинное положение вещей? Перед буфетом выстроилась длинная очередь. Продавщица время от времени сердито покрикивала. «В разлив не продаем! Только бутылками!» «Ай-ай, любезная, могли бы и разлить!» «Сами разольете, не развалитесь! У меня что, работы мало?» «Да это же все равно, что счастье по стаканам разливать!» «Я свое давно разлила, можете не беспокоиться!» Напитки отпускались быстро, морока начиналась, когда дело доходило до мороженого, до печенья, колбасы. Тут приходилось взвешивать. Очередь обрастала советчиками и просто страдателями. Те подсчитывали возможности, прикидывали, давали указания, зудели и путали. «Рислинг не бери! Возьми два мермута!» «Нет, лучше так! Один ром и два лимонада!» «И шпроты в масле!» «Эй, вы впереди! Все не расхватайте! Оставьте что-нибудь и нам!» «Не пускай этого без очереди!» «Жаннис, вот тебе еще два рубля на всякий пожарный случай!» «Ладно, Илга, не жмись! Отдадим с получки!» Отоваренные со счастливыми лицами, размахивая бутылками, шурша бумажными стаканчиками, разбредались по укромным уголкам парка. «А на что мы сядем?» — оглядевшись, спросила Марика. Теннисон в мгновение ока скинул пиджак и широким жестом Тореадора растерил его на траве. Что ж, пример был подан. Он тоже снял пиджак, небрежно бросил на землю. Камита тотчас на него уселась, вытянув ноги. Берута, поколебавшись, осторожно опустилась на краешек. «Так вот», — сказал Теннисон, — «за большое потомство Камиты. Фиг как не стыдно! Отставить — это не тост! Напротив, тост превосходный! Я бы даже сказал государственного значения! Чтобы нация не скудела! Свой патриотизм сможешь сам доказать недели. У меня другое предложение. Выпьем большой молчаливый. Каждый в душе пожелает мне того, чего хочет. Зато и выпьем. «Годится?» Марика взглянула на Камиту. Потом на свой стаканчик. Вначале показалось, не станет пить. Стаканчик опустился, но это она бы уже была комара. Потом выпила все до дна. «Спасибо, Сандр!» — усмехнулась Камита. «За что?» «За то, что ничего не пожелали». «Откуда вы знаете? Я видела, куда вы смотрели. А вы Теннисон видели?» «Важно не только все видеть, но и знать, когда что-то положено видеть. А когда нет?» Марика с достоинством обела всех по очереди взглядом. Берута до тех пор рассеянно слушавшая вдруг встала на колени и обняла Камиту. «Вы только посмотрите, какие синие облака, какое красное небо и темные деревья. Красота несказанная, даже слезы наборачиваются, и тишина, будто мир остановился. Будто вот сейчас произойдет что-то неожиданное, необычное. И тут соиграл оркестр. Репродукторы разнесли его бравурные звуки по всему парку. «Берута, ты у нас пророчица, честное слово». «Вот вы смеетесь, а я говорю серьезно. У меня предчувствие, что что-то должно произойти. Всегда что-нибудь происходит. Барабанщик, например, может до дыр пробить барабан. Мы не умеем быть откровенными, искренними. Думаем одно, говорим другое. И обманываем не только других, но и самих себя. Нам кажется, что с нашей стороны это всего-навсего уловка. На самом деле просто страх, может еще и стыд. «Берута стыдит нас». Что ж, принципиальная критика, приправленная самокритикой. «Вовсе нет, я и не думала. Просто мне пришла такая мысль. Лучше бы я промолчала, да?» «Ты права. Долой притворство. Да здравствует откровенность. И справляться никогда не поздно. И с этого момента... Послушайте. Идея. Камита отстранила от себя Беруту и тоже встала на колени. «Давайте играть в откровенность. Я видела в одном французском фильме. Страшно интересно. Кто-то задает вопрос, а остальные по очереди отвечают. И можно спрашивать все, что взбредет в голову. Абсолютно. Ну, сыграем? Сандр. Теннисович». Не о том он думал, что ответит. Ответ был неважен. Он дихорадочно придумывал, как поступить, если такая игра действительно начнется. «Мне все равно». «Мне-то что?» Сказал Теннисон. «Это же все равно, что в присутствии других до нога раздеться. Нет, ни за что. Вот ненормальная». «Хорошо», — сказал он. «Да будет так». «Значит, играем?» «Отлично. Кто первым задает вопросы? Может, позволите мне?» «Благодарствуйте», — сказала Марика. «Я в этой миленькой игре участвовать не собираюсь. Очень жаль. Ничего, переживете». «И я, наверное, откажусь», — сказала Берута, несмело подняв глаза. «Но почему?» «Ведь ты за откровенность». «Как раз поэтому». «Вот тебе на». «Если ты, Комета, полагаешься, что можно с полной откровенностью ответить на любой вопрос, ты очень и очень заблуждаешься». «А почему бы и нет?» «Я могу». «Так в чем дело?» «Чего мы и мешкаем?» — продолжал он с видом человека, готового на все. Никто не ответил. Молчание, наступившее после сумбура и выкриков, давило своей тяжестью. Все присмирели и выжидательно переглядывались. Как ни в чем не бывало, первой встала Марика. Можно было подумать, ей наскучило сидеть на пиджаке Теннисона. За ней поднялся Варис. «Так все танцы можно проболтать. Шутки шутками, а работа есть работа. Пошли танцевать». «Милый, в самом-то деле довольно прохлаждаться». «Ой, у меня ноги затекли. Держите, я падаю». Комета разглаживала помятое платье, подтягивала чулки. Марика, глядя в зеркальце, красила губы и, слюнявя палец, подводила брови. «Ну что, тройнулись?» Призывные звуки вальса наполняли беспокойным оживлением шелестящий или печущий парк. Но пока еще оно не докатилось до освещенной танцплощадки. Парни по-прежнему шныряли по кустам, сходились в ватаги, мало-помалу сужая кольцо вокруг площадки, словно собираясь с духом перед опасным и решительным натиском. Они молча курили, озирались по сторонам, задумчиво теребили свои галстуки, приглаживали прически. Девушки вокруг площадки сидели не шелохнувшись, будто в полуобморочном состоянии. При свете лампочек их неподвижные лица казались совсем бледными. Вальс кончился. Сквозь кольцо окружения прорывались отдельные парочки, спешили занять свободные места на скамейках. У эстрады бегали детишки, кричали, топали, гонялись друг за дружкой. Всеобщее внимание привлекали трое молодчиков. Разболтанной походкой прошлись они по пустынной площадке, угрюмо оглядывая публику и время от времени у кого-то громко спрашивая «Женьку не видел?». Оркестр заиграл популярную мелодию с дробным и сдерганным ритмом. «Ну, — вдохнула комета над самым ухом, — не знаю, как другие, а я хочу танцевать». «Никто же не танцует?» «Ну и что? Пока-то они расшевелятся». «Мое время танцевали твист. Этой штуки я еще не постиг. Что это? Шейк? Все, что быстрее похоронного марша, в рандове считается шейком. Шейк я не умею. Не беда, станцуем танго. Или польку попрыгаем». Не успел он напомниться, как очутился посреди танцплощадки. Они вдвоем одни. На них нацелены, их пронизывают сотни глаз. Безумие! Как он мог решиться? Его ждал публичный позор, и все же он не мог отказать комете. Более того, он ощутил что-то похожее на радость. Выходит, он не робкого десятка. Оказывается, есть в нем отчаянность или страх. Как обнаружить перед Камитой свое малодушие был сильнее страха опозориться на танцплощадке? Камита ждала. Он протянул руки, коснулся ее обтянутой шелком талии. И тогда Камита, душистая, теплая, подалась вперед. Оказалось так близко, что у них столкнулись колени. Легкомысленная улыбка сошла с ее губ. Теперь Камита была сама серьезность, строга и собрана. Она повисла у него на руках в покорном бессилии, в то же время словно натянутая струна, отзываясь на его малейшее движение. Первые шаги были неудачны. Он хотел отстраниться, но как-то само собой получилось, что обнял Камиту еще крепче, так крепко, что, казалось, ощутил биение ее сердца. У него пресеклось дыхание, во рту пересохло, и, чтобы скрыть смущение, он заговорил по возможности беспечнее. Так что мы будем танцевать? А что-нибудь бедовое? Падаю, да, из Лебединого озера? По мне хоть та не с гладиаторов, из Спартака. Когда я был маленький, никак не мог понять, как эти балерины крутятся на носках. Я считал, у них в туфлях особые шурупы. И когда партнерам нужно их покрутить, их ввинчивают в пол. Великолепно. Они смотрят на нас так, будто мы сошли с летающей тарелки. А вам не все равно, как на вас смотрят? Абсолютно. Ведь мы не делаем ничего дурного. Боже упаси. Они стояли, крепко обнявшись, почти не двигаясь, лишь слегка покачиваясь в ритме танца. То, что сейчас происходило, в какой-то мере ему напомнило катание на водных лыжах. Сначала волнение, дрожь во всем теле, стесненное дыхание, судорожно сжатые руки на планке троса. Потом тяжесть исчезает. Вода превращается в сплошное переливчатое сияние под летящими стрелами лыж. Ничего, кроме стремительного бега и удивительного ощущения «Я могу». Но это ощущение находилось в нем самом. И оно никак не могло затмить простой истиной, что вода по-прежнему оставалась водой, а он – человеком, который может утонуть. Просто между ними возникали новые взаимоотношения. Вот увидите, сейчас здесь будет теснота и давка. Им самим ни за что не решиться. Ждут, чтобы другие начали. Они как обезьяны, умеют только подражать. А вы не признаете подражание? Я признаю только то, что мне нравится. Даже в танцах? Даже в танцах. Не обращая внимания на музыку? Сообразуясь с музыкой. Сообразуясь, но не слушай ее. Сделав вид, что она сердится, Камита отшатнулась от него, но тотчас прижалась еще крепче. Они смотрели друг на друга, позабыв об окружающих. Ее лицо было близко, он затаил дыхание. Темные зрачки Камиты впились в его глаза, временная как-то странно наплывая. Молоть всякий вздор сейчас не имело смысла. Скидывая брови, приподнимая ресницы, Камита улыбалась ему манящей, немного озорной улыбкой. Приоткрытые губы чуть вздрагивали, словно ей вспоминалось что-то милое и смешное. К нему возвращалось спокойствие, подкрепленное радостью музыкального ритма. И оттого ли, что Камита была так красива и находилась так близко, оттого ли, что они вдвоем всем назло танцевали этот каббалистический танец, но мир внезапно преобразился. И ощутил он это лишь потому, что нежданно-негаданно прикатил сюда, притащился на эти танцы и еще более нежданно-негаданно повстречался с той, которую мог никогда и не встретить. Но так ли все нежданно-негаданно? — Послушайте, чем это вы тут занимаетесь? — голос Стеннисона выбил его из приятной задумчивости. Он даже вздрогнул, будто его окатили холодной водой. Варис с Марикой, дрыгая руками и ногами, лихо отплясывали шейк. — Вначале полагается разминка. — Только смотрите, не усните. Вы что, пришли нас разбудить? Плотина была прорвана. На танцплощадку хлынули парочки. Но тут как раз оркестр и смог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова